Здравствуйте, дорогие друзья! это я я вас всех приветствую вот от всего своего сердца шлю вам огромнейший привет вот друзья я сегодня почему перед вами решил выступить рассказать моим значит друзьям всем вам о том что случилось случился маленький казус у меня я взял академический отпуск я тебе катюху не увижу долго у меня перерыв жизненно важная необходимость но с вами мне расставаться не хочется я решил вам пока в сериале таинственный голос моря рассказывать свои мысли обо всякой ну по науке так и бана по науке образности а всякой улей о обо всем по-русски значит вот я решил первые первую серию сегодня рассказать о тайне моста который построили владивостоке к саммиту ну смысле все большому съезду воров всей земли мои земляки и москвичи москвичи строили половину которая шла от русского острова а мои земляки а которые города и вот я там познакомился с двумя земляками представляете и они ко мне все время вот сколько строились год с лишним когда я стоял базе а мы стояли рядом там базируемся они мне все тайны строительства моста рассказывали я где-то с ними почти год наверно общался много чего знал вот вкратце я вам чего это расскажу вот например могу рассказать то что как нам объясняли и показывали о технологиях которые на огромном на большой высоте в страшном колотине говорят соблюдались мои друзья рассказывали что ничего там не соблюдалось там много много чего не соблюдалось поэтому левая вот левый пилон первый который со стороны владивостока трещину выдал сразу я сам ее видел проезжая по мосту стрелять мы ремонт сразу почти начались ножем о том как в россии сейчас строится могу конкретно сказать хуже чем советском союзе и главное они мне что рассказали взаимствование ценностей материальных со строительством моста материал разные строительные и много чего национализировалась народом и продавалась стоять и но народ вы поняли какой я имею ввиду в общем поэтому друзья там много много было нюансов которые потом прокуратура москвы и следственный комитет расследовали со стороны русского острова не мне говорили в одном месте я сам там не был но со слов моих земляков рассказывая огромное количество металла нового имеется ввиду арматура швеллера уголки но много чего шло на строительство моста якобы лишнее было просто выкопано яма огромная все туда связи но и залито бетоном какой стране так делается только в россии потому что богатая страна нам ничего не жалко вот ну я могу так до утра вам рассказывать про эти нюансы короче скажу одно мост пока еще живой еще пока держится хотя первую насыпь которую они насыпали там проливная зона и грунт плоховато это ученые исследовали смыла в чертовой маме потом они каким-то образом им только понятным закрепили так что есть шанс что когда-нибудь мост все равно смоет ой футфу ой футфу не друзья это я к слову пусть стоит но его нафиг ну все друзья слушайте сериал таинственный голос моря первая серия закончилась сливом огромный привет еще раз моего сердца который вот здесь находится вы знаете до свидания а чё она не квакнула друзья я снова иду к вам со следующим рассказом я прибыл продолжение про стройку века которая слава богу папа не настройку а так просто по приметам слава богу еще стоит я расскажу даже самом главном вопросе в строительстве о шкурном о заработках испокон веку россии считалось что на больших стройках большие заработки вот про заработки мне мои земляки тоже рассказывали они значит получали стройки из омска правда бесплатно месяц отработал месяц дома месяц отработал вахтовый метод они работали значит получали по 30 тысяч то время как я на пароходе не работая на строительстве моста не загибаясь на холоде и т.д. тоже получил 30 неважно у меня тоже было питание как и у них бесплатно но дальше короче рядовой состав получал 30-40 тысяч как они мне объясняли а вот инженеры среди те получали 40 50 тысяч большие деньги наверно по их меркам москвичей а тайну настоящего заработка мне рассказал друг мой один хороший у него друг работал инженером на этой стройке со стороны москвы которая с русского острова вот он рассказала что друг поехал в отпуск москву и там москве самые лучшие воры я тоже вам расскажу как-нибудь как меня обокрали москве как-нибудь потом сейчас не это главное самые лучшие воры это москве честное слово они очень честны во всех сферах самый лучший воры вот значит у ее барсетку украли а там документы все но он знал адрес то фирмы главной на которой он работал он туда значит пришел объяснил все рассказал те по компьютеру пробили да есть такой а он говорит дайте мне пожалуйста месячный заработок мне до дома доехать но он то получал лишь 40 тысяч они значит через какое-то время уносит ему пакет он там 180 тысяч я же просил за один месяц это ваша зарплата за один месяц ему так ответить и вот представьте в москве у него 180 тысячи зарплата а во владике он уже получал 40 нормально нормально вот так все время у нас на великих стройках везде было и во все времена вот это я вам рассказывают друзья из любви к нашему к нашим традициям сам начальник один главный какой-то новую почти главное по телевидению по телевидению признался что в россии на малые стройки вообще не обращают внимание берутся за большие проекты потому что главная причина того что любят большие проекты что мы можем много украсть и почти незаметно вот на строительстве моста вот этого по которой вы видите о котором я веду речь украли пол только по подсчетам следственным комитетом 17 миллиардов руб а сколько еще на строительстве к пусам института этого океана рима я до речи потерял от такого от такой суммы но я не о жадности это я говорю о способности злобов великого русского народа у каждого народа есть уроды но уроки больше всех ой как у нас чиновник ворует чиновник вот если я вопрос мучить но почему они вот такие бессовестны могли бы хоть от зарплаты отказаться черт поверь зарплата пошла бы нам вот мне к примеру на хату было бы не бог ну а друзья положение следует потом еще что-нибудь расскажу сейчас я вам рассказал я и кнопочку ищу